В Московском пресс-центре России сегодня прошла презентация масштабного фестиваля реконструкторов. Он состоится в ближайшие выходные в музее-заповеднике Бородинское поле. Темой военно-исторического праздника «Москва за нами! 1941 год» станут события Великой Отечественной войны. Место проведения выбрано не случайно. В районе поселка Бородино проходила Можайская линия обороны, где велись ожесточенные бои за Москву. На Бородинском поле одно из небольших, немногих, фактически единственное место в России осталось, где полностью сохранилась вся линия обороны. То есть все доты. Ведь после войны надо было пахать, надо было коронить страну, и большинство укреплений не были взорваны. И ликвидировано, чтобы можно было пахать. На Бородинском поле все доты сохранились. То есть мы используем эти доты, в том числе и сейчас, в ходе реконструкции, они будут использованы как объекты для показа тех событий 1941 года на Бородинской земле. В музее регулярно проходят выступления реконструкторов. Любителям воссоздавать исторические события во всех деталях есть где разгуляться. Особой популярностью у них пользуются события 1812 года. По заказу Министерства культуры даже сняли документальный фильм о том, как готовят такие фестивали. И кто эти удивительные люди, которые воссоздают исторические события в мельчайших деталях. Премьерный показ ленты состоялся во время презентации. Когда я побывал среди них, я увидел их сблизи, познакомился с ними, пообщался. Я понял, что это феноменально. Все интересные люди, увлекающиеся историей, они просто знают все детально, они это изучают, они передают друг другу свои опыты. Они просто живут этим. И такое ощущение, как будто они были рождены в то время. На Бородинском поле вообще как-то так случилось, что там и в 1812 году, так сказать, там были серьезные, как мы понимаем, события очень для Москвы. Так и в 1941 году. Праздник на Бородинском поле пройдет в эти выходные 12 и 13 октября. Посетители смогут перенестись в 1941 год, на интерактивных площадках увидеть воссозданный быт солдат, стать свидетелями противостояния Красной Армии и фашистских войск, а также побывать в военно-полевом госпитале. Кроме того, организаторы анонсировали выставку военной техники.